Что за дела? Здравствуйте. Что здравствует? Виталий Полухин с сотрудниками водоканала не очень гостеприимен. Специалисты обвиняют его в незаконной врезке. Ее они обнаружили в колодце рядом с домом. Не лезь, сказал. Не вздумайте. Поставь колонку и делай. Не вздумайте. Не лезь, говорю. Не вздумайте. Нет, ничего не получится. Вот так вот и работаем. Счета оплачивают, задолженности нет. Это единственный аргумент Виталия Полухина. Однако специалисты водоканала уверяют, большую часть воды он ворует у соседей, чтобы поливать огород. У Виталия Полухина несколько теплиц. Мужчина уже получил четыре уведомления об устранении незаконной врезки, но не среагировал. Теперь его отключат от сети водоснабжения. Мне теперь что? Мне носят, я плачу. Каждый месяц никаких задолженностей не было никогда. Из-за предприимчивых соседей страдает Мария Кобликова. Она живет в низине на улице Декабристов. И вода до нее просто не доходит. Не хватает напора. Пенсионерка хочет справедливости. Отрезать капитально за руками и ногами, чтобы они и пользовались, и платили. Мы пенсионер платим. Вот он, я плачу. По 200, 160 я плачу. Пенсионерка. Нехватка воды – давняя проблема села Подгорное. Кто живет рядом с водонапорной башней, устанавливают насосы и всю воду забирают себе. До остальных она просто не доходит. Подачу воды организовали по улицам. Обращений очень много. Ежедневно приходят улицами целыми, что воды нет. Жалуются люди, что воды нет. Кто-то злоупотребляет, кто-то сидит без кружки воды. Перекрываем через день, чтобы все могли запасаться питьевой водой. В рейды сотрудники водоканала выходят с квадрокоптерами. С высоты аппетиты липчан хорошо видны. У кого бассейн, у кого теплицы. Воды в таких домах должно расходоваться много, а по платежкам выходит меньше, чем у собственников квартир. Проверить счетчики сотрудники водоканала порой не могут. Приборы установлены дома, куда проверяющих не впускают. Решение проблемы – счетчики в колодцах, но их устанавливать люди не спешат. У нас не будет вопросов с доступом к этому счетчику. Мы сможем лучше контролировать и обеспечить правильный, а самое главное – экономный расход воды каждым жителям. Подобная ситуация во всей области. В этом году обнаружили более 200 незаконных врезок. Но по факту их гораздо больше. Воду воруют для бассейна, полива огорода и даже, чтобы наполнить пруд. Кран врезан. И вот он пошел в шланг в сторону пруда. Чтобы легально подключиться к сетям водоканала, Виталию Полухину придется заплатить полторы тысячи рублей штраф, еще 10 тысяч оплатить за работу по подключению и порядка 30 тысяч за причиненный вред. Анастасия Сердюкова, Андрей Зубков, Липецкое время. Анастасия Сердюкова, Андрей Зубков, Липецкое время.